Добрый день! И сегодня мы давайте разберем, как нам сделать механизм сессий в IMPRESS и в технологическом стеке Метархия, как держать контексты, как сделать эти контексты, собственно, персистент, сохраняемыми в базу данных. Мы посмотрим, как работает автентификация, как хранятся пароли в базе, как хранятся сессии в базе. И нам нужны сессии и анонимные, и автентифицированные. Нам также нужно изолировать контексты друг от друга, изолировать системный код от прикладного, чтобы нельзя было из клиентского кода как-то обращаться к реквесту и респонсу, но тем не менее, чтобы можно было создавать сессии, и же при этом, конечно. И посмотрим, как мы это делаем без middleware. мы это делаем без async local storage или continuation local storage. совершенно лишние в данном случае понятия. И, кроме того, как мы будем делать таким образом, чтобы у нас несколько коннекшенов к одной сессии обращались, и как мы так сделаем, чтобы можно было все эти абстракции еще и подменять. То есть, если у нас будет подсистема автентификации написана по-другому, мы должны иметь какой-то способ, чтобы ее подставлять другую, или там база данных другая. И все это мы делаем, естественно, на распиленном на части, значит, вот этом, ну, сначала это было Node.js Starter Kit, я его распилил на части, это стало 5-6 библиотеками, которые вместе составляют метархию. Там, конечно, есть много разных других библиотек, но сейчас нас интересует в основном метаком, Impress, ну, и прикладной код, который у нас в репозитории Example лежит. И для начала вот такая вот схемка, я нарисовывал тут схемок, чтобы было понятно, что на что ссылается, какие объекты, на какие другие объекты ссылаются. Итак, у нас есть в клиентском коде доступен, в namespace клиентского кода доступен контекст, и у него есть ссылка на client. Но у клиента, значит, он не может, по нему нельзя достать никакую ссылку ни на сессию, ни на channel. То есть, таким образом, у нас внутренняя машинерия метакома скрыта от клиентского кода, но, значит, видно из клиента и контекста только то, что необходимо пользователю. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот, Example, API, Out и... Так, ну, я думаю, что не тут. Вот, Example, Counter. Вот мы видим, тут есть контекст, и из этого контекста, вот, ну, там, поле Counter, которое мы можем там менять, модифицировать, читать. А также, вот, в каком-нибудь там другом... Вот, в Subscriber у нас есть контекст.client.emit. То есть, мы можем на клиентское соединение отправить события, но при этом мы никаким образом не можем доступиться к реквесту и респонсу. Так, ну, в принципе, там можно и другие примеры смотреть, но нам пока что этого хватит. Доступаемся мы только к контексту и клиенту. Дальше. У нас сессия может иметь какую-то, значит, коллекцию data, в которой поля. Вот мы, собственно, Counter так работает. в экзамплах, что мы читаем из контекста какое-то поле, инкрементируем, опять туда его сохраняем. Но на самом деле у нас это поле хранится в объекте, в коллекшене data, который является частью сессии, и потом мы его будем сохранять в базу данных. Значит, у нас тут такая вот пунктирная связь нарисована, это прокси, то есть у нас сессия создала коллекшен data, обернула его в прокси и инжектнула в прикладной код, уже в пользовательский код, инжектнула контекст. И поэтому каждый раз, когда мы что-то читаем или пишем в контекст, сессия может об этом знать и что-нибудь с этими данными делать. Допустим, сохранять их каждый раз при изменении или накапливать, потом сохранять пачкой. Ну, вот такое. Значит, смотрим, что дальше. У нас у ченнела, это ченнел объект, это уже во внутренней части метакома, он имеет ссылку на connection, это вебсокет и на request и response, для того, чтобы отдавать данные на клиентскую часть и работать с HTTP протоколом или с вебсокетами. Что дальше? Значит, дальше у нас сессии, хотят сохранять свои данные и сохранять они могут их в базу данных. А база данных у нас же создается на старте приложения, инициализируется, собственно, давайте посмотрим, какой частью приложения. Домейн, дейтабейс и вот старт. Тут мы можем любые делать в любом модуле из доменной логики, можем делать старт-обработчики, и вот мы тут читаем конфиги, создаем connection к базе и отправляем его в модуль out, то есть модуль out инициализируется нужной нам базой данных, в которой у нас будут храниться пользовательские сессии и, собственно, аккаунты пользователей. У нас еще и там есть машинерия, которая работает с криптографией, проверяет пароли, но это, значит, в подсистеме security происходит. Дальше мы смотрим, что out, значит, при старте получает ссылку на базу данных, и поэтому потом он может в нее сохранять. Вот такая штука. Теперь смотрим, что у нас запросы пользовательские приходят вот в эти методы, и дальше они отправляются или в тот код, который написан в папке domain и в модулях, которые сгруппированы в папке domain, а оттуда, значит, есть обращение в базу или ко всяким либам, которые тоже нами на серверной стороне написаны. Давайте теперь посмотрим, как у нас написан модуль out. Он абсолютно простой и находится он в импрессе. Так, либ, аут, да, и тут у нас есть, собственно, ссылка на базу данных, вот она инициализируется, то, что мы только что видели, как мы из прикладного кода это дело вызываем. Ну и тут есть всякие методы для того, чтобы генерировать токены, сохранять сессии, восстанавливать сессии, проверять пользователей. Ну, маленький такой модуль, который отделяет от протокола и от бизнес-логики работу с, собственно, базой данных. Вот это у нас есть такая абстракция, которая превращает доступ к базе данных, она превращает в API. А дальше у нас, как бы, тоже под ней, тоже не напрямую мы в базу ходим, да, у нас есть еще Query Builder, который называется в данном случае MetaSQL, и вот он имеет такой синтаксис, там можно писать select, insert, update, delete, и, собственно, он позволяет более удобно генерировать SQL. Он очень приближен к SQL синтаксису, но все-таки, значит, он не так, как другие Query Builder, он очень компактный, он не многословный. Такс, ну, структура базы. Посмотрим, если вдруг кто-то на этой неделе лазил и восстанавливал структуру базы, у него, скорее всего, не поднялось, потому что структура базы была немножечко, отличалась от кода, да, у меня-то она была, совпадала с кодом, но я забыл коммитнуть последнюю структуру, сейчас я это уже сделал. Значит, мы предполагаем, что у нас есть таблица System Session и System User. Ну, там еще несколько есть таблиц, они нам сейчас не важны. И, значит, в таблице System Session мы точно знаем, что должно быть поле Data и поле Token, для того, чтобы находить там сессии. Ну, и тут, видите, есть еще возможность пробрасывать туда при сохранении сессии какие-нибудь поля пользовательские, то есть вы можете модифицировать эту базу и пробрасывать в это API все поля, которые тут не предусмотрены, их можно через Fields пробрасывать, да, там IP-шник хотите сохранять там или еще что-нибудь там такое от пользователя, время там, значит, создание сессии там или что-нибудь вы хотите сюда добавлять. Ну, и, конечно же, вот эти вот модули автентификации будет потом, значит, я покажу, как это сделать, будет возможность подменять, писать свои и хранить, значит, пользователей, где попало. Но это у нас не первый приоритет, у нас первый приоритет, чтобы все было однотипно, однородно и, значит, однообразно во всех приложениях. Поэтому всякие расширения это будет уже там, не знаю, через несколько месяцев. Дальше посмотрим, дальше у нас Metacom есть, вот, и мы видели, что у нас есть Channel, Session и Client, где эти классы объявлены. Они в модуле Metacom, в файлике LibChannel, и вот тут мы видим, что у нас есть, есть класс Session, и в нем внутри хранятся данные, как я говорил, данные, и они обернуты в прокси, и у нас, собственно, этот прокси обеспечивает, значит, проброс чтения и записи в дейту. Ну и, собственно, если вдруг кто-то обращается через контекст к токену и клиенту, мы, вот, собственно, перехватываем эти запросы и перенаправляем их в токен и клиент. Теперь обратите внимание вот на эти две коллекции. Коллекция сессий и коллекция каналов. У нас коллекция сессий ключами имеет токен, а значениями имеет инстансы сессий. И, собственно, каждый раз, когда мы в клиенте делаем Start Session или Restore Session, то мы сначала смотрим в этой коллекции сессий, есть ли там с таким токеном, и, значит, если мы обращаемся к ченнелу, мы тоже можем брать по по клиенту, искать в коллекции ченнелов. Вот таким вот образом получается, что у нас пользователь имеет доступ к клиенту, к инстансу клиента, но к ченнелу не имеет доступа. Но так как у нас есть тут в этом же файлике коллекция ченнелов, и каждый раз, когда мы создаем нового клиента, мы устанавливаем связь через эту коллекцию между ссылкой на клиента и конкретным ченнелом. Мы потом оттуда вычитываем эту связь. Вот тут, допустим, в Start Session, да, вот мы читаем, какой ченнел, значит, доступен, точнее, не доступен, а связан с этим клиентом. Если мы узнали этот ченнел, дальше мы уже можем, значит, там обращаться и к request-to-response, и IP-шнику, вот мы, допустим, у ченнела тут к IP-шнику лезем, и вызываем модуль Out, там стартуем сессию, создаем теперь экземпляр сессии, и в ней сохраняем ссылку на, собственно, ченнел и дейту, и на токен, которым идентифицируется эта сессия, и все это дело сохраняем в коллекцию сессий. Ну, точно так же вот Restore Session, мы тоже делаем это через вот этот модуль Out, который мы только что видели в Impress, и тоже, значит, вот вызывается New Session, и тоже сохраняется сессия в коллекцию. Дальше смотрим, что есть в ченнеле, а вот в ченнеле уже есть ссылки на Request Response, и на Connection, то есть мы можем тут WebSocket хранить, или HTTP. Конечно, это можно сделать, этот ченнел при помощи паттерна стратегии, то есть для разных транспортных протоколов иметь в себе разные реализации одного и того же интерфейса ченнел, но я пока что этого не делал, потому что у нас пока что везде или HTTP, или HTTP2, или WebSocket, это все совместимые протоколы, поэтому нам не нужно особо как-то заморачиваться паттернами. Если у нас тут, когда у нас тут станет много разных транспортов, там HTTP3, TLS, UDP, или что-нибудь такое еще я допишу, то я думаю, что мы сюда допишем паттерн-стратегию, и ченнелов будет много, и будет нужно подгружаться. Смотрим дальше. Так, ну вот, собственно, отсюда происходит вызов RPC, работа с request и response, ну вот этот код, собственно, и тут тоже есть, видите, start session и delete session, то есть мы, вот эти вот методы, они скрыты от пользователя, вот эти методы, да, и они тоже работают с outham, а вот методы outha доступны пользователю, и методы, методы клиента доступны, их можно вызывать, а вот методы ченнела скрыты для того, чтобы никто никуда не пролез. Так, ну и что мы еще не смотрели, это мета-комбл, да, а еще есть у нас мета-утил, вот, мета-утил, и он экспортирует методы hash-passport и validate-passport, чтобы у нас в каждом проекте не повторялся код для работы с библиотекой s-crypt, точнее, библиотекой крипта, встроенная в ноду, и, собственно, алгоритм обшифрования s-crypt, тут, собственно, есть вспомогательные функции, validate-password, hash-password, сериализация пароля и соли, и десериализация пароля и соли, там, parsing cookies и прочая машинерия, они в мета-утиле сейчас лежат, это достаточно общая функциональность, но таким вот образом у нас все это работает, то есть вы можете взаимодействовать с контекстом, брать ссылку на клиента из него, сохранять какие-то данные в этот контекст, они, значит, сериализуются и отправляются в persistent storage, в базу данных, ну, давайте, что ли, запустим всю эту машинерию и посмотрим, как она вообще работает, так, вот example, посмотрим, что я еще коммитнул новую структуру базы и новый скрипт вот сюда, они лежат в DB, да, вот новая структура базы, вот она, и вы можете, собственно, накатить этот скрипт сетап SH, вот тут она, собственно, сначала создает базу и пользователя, потом структуру, а потом данными инициализирует, в данных у нас тут что? У нас тут есть, что может быть полезно, это даже в комментах написано, какие у нас логины, пароли есть у пользователей, вот у тестовых пользователей, чтобы всем этим попробовать пользоваться, да, что, ну, там админ, там или юзер, можете, с ноу-пасвордом или что-нибудь такое еще, Маркус, я вот Маркуса использую, у него логин, пароль одинаковый, это удобно, и, ну, будем считать, что я эту базу сейчас накатил, да, там сейчас она почти чистенькая, там несколько сессий я уже наплодил, да, теперь давайте стартуем сервак, вот он запустился, и пойдем подключимся к нему, что ли, из, ну, вот отсюда, да, такс, и давайте в, значит, командной строчке тут в консольке вызовем example counter, да, вот мы видим, что этот counter, о, я его там уже инкрементировал, он продолжает инкрементироваться с девятки, там, значит, вот сейчас мы до 12 его доинкрементировали, теперь мы видим, что тут происходит работа с базой, и, значит, сессии все эти живут, вот мы стопнули сервак, теперь сервак опять поднялся, идем сюда, вот он там пытается переподключиться, вот мы рефрешнем страницу, и попытаемся опять вызвать этот counter, видим, что он с 13 продолжает работать, да, и пойдем посмотрим, что у нас происходит при всем этом деле в нетворке, да, вот нетворк у нас есть тут возможность посмотреть, какие там веб-сокетные пакеты шли, как это можно тут поднять, короче, не особо понятно, давайте лучше вот так опустим, так, тут происходит, что, значит, вызывается метод out, точнее, вызывается, вот, out.restore, восстанавливается сессия, вот у нее там идентификатор, j, z, и так далее, да, мы можем посмотреть сейчас, где он хранится, хранится он в application local storage, да, вот он, j, z, там, и так далее, да, включаем metarchia session token, ну, это вы сами можете поменять, на что вы хотите, так, дальше идем в network, смотрим, дальше, вот мы вызываем counter, он нам все время возвращает там новое какое-то значение, но это если сессия у нас была, а вот если сессии не было, то нужно будет ее, сейчас посмотрим клиентский код, как это выглядит, вот идем в static и заходим тут в консоль, вот этот метод, вот, собственно, мы сначала читаем из local storage на клиенте, смотрим, что если там есть токен хранится какой-то, мы пытаемся восстановить сессию, если сессия не восстанавливается, то мы логин пароль передаем и записываем его в local storage, ну, а дальше уже начинаем работать с методами, которые доступны в рамках этой сессии, ну, давайте посмотрим, как случится sign in, собственно, sign in тут выглядит вот так, он сначала вызывает validate password из метаутила, который я вам только что показывал, и стартует сессию, context client start session делает, да, ну, до этого он еще вот пользователя ищет, сначала ищет пользователя, проверяет пароль и потом стартует сессию, ну, и теперь, если мы отсюда из application удалим эту сессию вот отсюда, delete сделаем, да, и пойдем refresh эту страницу, а, я же стопнул сервер, да, я его стопнул, сейчас мы его стартуем, я не оттуда его стартуем, вот, вот так, теперь, подключились, и смотрим, что тут происходит, значит, вот вызвался метод out sign in, ну, потому что, собственно, в local storage не обнаружилось никакого токена, поэтому случился sign in, и вот он нам возвращает status locked, ну, и там токены где-то, он еще вернул нам этот токен, вот он, 7 чего-то там, ну, этот токен, собственно, вот можно проследить, что он вот тут в этой консольке виден, и это я просто сейчас так сделал для отладки, чтобы он был виден, конечно, токены в логе писать не особо правильно, вы так не делаете, ну, и вот, как бы, так вот это все работает, так что, можете пробовать уже с автентификацией, я думаю, что теперь более-менее картина понятна, как у нас клиент экранирован от реквеста и респонса, как у нас сохраняются данные, как это все отправляется в базу, и, собственно, я думаю, что нужно еще посмотреть код, и, в общем, все это пощупать руками, ну, а, собственно, пока что задавайте вопросы там под видео и в наши группы задавайте, будем стараться добавить примеров и поотвечать на них в ближайшее время, ну, все, тогда давайте пока, удачи!